В Ближнем Востоке полыхает острейший конфликт, унесший жизни уже свыше 34 тысяч мирных жителей ГАЗа. Спираль эскалации с каждым днём закручивается всё сильнее, втягивая новые страны-регионы. Над ним впервые за многие десятилетия нависла угроза полномасштабного вооружённого противостояния. Сегодняшнее заседание – хорошая возможность оценить, что международное сообщество за всё это время смогло и чего не смогло сделать для разрешения этого кризиса. Первое и самое главное – потребовал ли Совет Безопасности ООН, как предполагает его мандат, от сторон немедленного прекращения огня? Да, в резолюции 27-28 формально на период Рамадана, который уже истёк, но с переходом к устойчивому и длительному прекращению огня. Для этого нам с Китаем пришлось завитировать проект американской резолюции, направленный ровно на то, чтобы прекращения огня не было. Смог ли Совет проконтролировать выполнение этого решения и принудить к этому тех, кто его проигнорировал? Увы, нет. Произошло ли это потому, что мы мало старались? Подобное утверждение было бы абсолютно неверным. С 7 октября прошлого года Совет днями и ночами обсуждал варианты продуктов, нацеленных на остановку насилия в Газе. Всего делегациями было предложено 10 различных проектов резолюций, что, согласитесь, немало. Россия еще 16 октября внесла первый проект резолюции о прекращении огня в секторе, против которого проголосовали Франция, Великобритания, Соединенные Штаты и Япония. Следующий проект, представленный Бразилией 18 октября, США единолично завитировали, хотя в нем содержалось столь важное, как теперь заявляют американские коллеги, формулировку про осуждение Хамаса. Представляете, сколько жизней могло бы быть спасено, если бы эти предложения были тогда поддержаны? В том числе и жизни заложников, освобождение которых мы тоже требовали. С тех пор Вашингтон принимал в это еще трижды, чтобы не позволить Совету принять решение, которое бы остановило израильскую военную операцию в Газе. Американские коллеги не скрывали, что воспринимают Совет Безопасности как помеху, которая не должна путаться под ногами у их эффективной дипломатии на земле. А на самом деле, чтобы дать своему главному ближневосточному союзнику полную свободу рук для зачистки анклава. Мы хорошо помним и надеемся, что остальные члены Совета Безопасности также не забыли, как американская делегация требовала вымороть из любого проекта малейшее упоминание необходимости прекратить насилие. Коллеги, каждая американская вета по Газе – это не просто статистика голосования в Совете Безопасности ООН. Нельзя забывать, что у него была бы и конкретная страшная цена жизни тысячи мирных жителей Газа. Шесть месяцев потребовалось Вашингтону, чтобы наконец осознать, что он утратил практически все рычаги влияния на Израиль и попал в ситуацию, когда хвост виляет собакой. Когда Тель-Авив фактически диктует свои условия, требуя от американцев безоговорочной поддержки для любых своих безрассудных решений. Тогда, в марте этого года, США, порицаемые уже практически всеми в международном сообществе за все свои бесчеловечные случаи применения вета, предложили в попытке обелиться крайне странный проект резолюции, который в философском ключе определял некий императив прекращения огня без собственного требования об этом. Одновременно документ был буквально нашпигован опасными закладками и минами, которые фактически давали зеленый свет на дальнейшую военную операцию Израиля, в том числе по зачистке Рафаха. Как я уже сказал, мы с китайскими и алжирскими коллегами не могли допустить, чтобы Совет одобрил такую лицензию на дальнейшее убийство мирных палестинцев. И именно благодаря этому Совет Безопасности смог через три дня принять упомянутый мною подготовленный десяткой непостоянных членов документ с требованием о прекращении огня на период Рамадана. США теперь лицемерно обвиняют Россию и Китай в витировании их прекрасного продукта. На самом же деле, наше ВЕТО – это пример того, для чего инструмент ВЕТО требуется, и одновременно ответ тем, кто требует его отмены, а именно для того, чтобы не допустить принятия несбалансированных и лукавых решений, продвигаемых Вашингтоном. К сожалению, Израиль резолюцию Совета 27-28 открыто игнорирует, причем при поощрении США, которые посвящили назвать эту резолюцию Совета Безопасности, не имеющей обязательной юридической силы. В итоге сложилась ситуация, которая вынудила спецдокладчика Совета по праву человека ООН по вопросу о положении в области прав человека на ОПТ Франческо Альбанезе констатировать, что порог совершения Израиля преступления и геноцида пройден. При этом она охарактеризовала заявление израильского руководства о якобы соблюдении норм международного гуманитарного права, а также использовании предлогов о праве на самооборону и борьбе с терроризмом в качестве гуманитарного камуфляжа. Хочу задать второй вопрос. Удалось ли нам коллективными усилиями улучшить гуманитарную ситуацию в Анклаве? И снова счет нам с вами в этом в минус. Совет принял две гуманитарные резолюции – 27-12 и 27-20, но в отсутствии устойчивого прекращения огня они, как мы и предупреждали, так и остались на бумаге. Гуманитарные работники не могут работать в условиях активных боевых действий. Это безоружные люди. Они не могут не то что помочь мирному населению, но и даже защитить самих себя. Еще раз хотим сказать, что вопреки дезинформации, распространяемой Соединенными Штатами, обе эти резолюции, как и резолюции 27-28, содержали меры, направленные на защиту гуманитарного персонала, но без прекращения огня они не могут быть реализованы. Зачистка Израилем газа уже побила исторический антирекорд по жертвам среди гуманитарного персонала ООН. Убито более 240 человек, включая 178 сотрудников БАПОР. И эта зачистка еще не закончилась. Израильские военные наносят удары по гуманитарным конвоям, блокируют их доступ, тормозят пропуск груза. Западные страны же жестко их критикуют за это, только если в результате гибнут западные граждане. Все призывы к деконфликтингу, который основан на доброй воле полевых командиров, пустые и ничего реально в бедственном положении гуманитарщиков на земле не изменят в отсутствии полноценного режима прекращения огня. Наконец, последний вопрос. Получилось ли у международного сообщества остановить расползание эскалации в регионе? И снова ответ – нет. Крайне нестабильная обстановка в Ливано-Израильском пограничье. Ливан и Сирия постоянно подвергаются бомбардировкам Израиля. По вине наших западных коллег, а именно Соединенных Штатов, Великобритании и Франции, Совет не смог осудить израильский удар по иранскому консульскому объекту в Дамаске 1 апреля и подтвердить тем самым священную основу основ международных отношений – неприкосновенность дипломатических и консульских объектов и персонала. Это повлекло новый, крайне опасный виток региональной эскалации с совершенно непредсказуемыми последствиями. Такое пренебрежительное отношение Запада к отдельным государствам и их правам, деление мира на своих, которым закон не писан, и чужих, чьи законные интересы можно игнорировать, поставило Ближний Восток на грань большой войны. Вот это ваша эффективная дипломатия, уважаемые западные коллеги. Каждый раз ее плоды – это новые жертвы и разрушения. Итак, что мы имеем, если подвести итоги? Международное сообщество не смогло фактически из-за позиции одного государства, блокирующего все наши усилия, защитить палестинцев от израильской буйни. Не смогло оно также облегчить их гуманитарные страдания. Не смогло остановить спираль насилия. Не говоря уже о том, что с 1948 года оно не может помочь палестинцам обрести полноценную государственность. Израильский посред сегодня, произнеся свою пламенную речь, содержание которой мы уже знаем наизусть, не нашел времени, чтобы послушать остальных членов Совета Безопасности и прибывших сюда арабских министров, и не только арабских. Израильский посред давно уже позволяет себе оскорбительные заявления в отношении ООН, ее персонала, самого генерального секретаря. Сегодня он не постеснялся назвать Совет Безопасности «Террор Канцл». Только он, очевидно, забыл, что само государство Израиль было создано по рекомендации этого Совета и резолюции Генеральной Ассамблеи. Может быть, он поставит и это решение под сомнение. И, может быть, он ответит на вопрос, соответствовало ли Израиль критериям членства, когда ее принимали в ООН. Маленький кусок истории. Письмо председателя Комитета по членству Совета Безопасности, председателю Совета Безопасности от 6 декабря 1948 года. Оно не длинное, я его зачитаю. Комитет по членству Совета Безопасности обсудил заявку Израиля на прием к члену ООН. В результате дискуссии Комитет пришел к выводу о том, что в настоящее время не обладает достаточной информацией, чтобы прийти к какому бы то ни было решению. В частности, было отмечено в Комитете, что сама Генеральная Ассамблея пока не пришла к какому бы то ни было выводу по вопросу Палестины в целом. Делегаты СССР и Украины заявили, однако, что они не видят каких-либо причин откладывать приема Израиля. Но делегат Сирии высказал озабоченность и считает, что не следует рассматривать эту заявку. Комитет по членству Совета Безопасности поручил мне довести это до сведения Совета Безопасности. И Комитет считает, что Совет Безопасности должен принять решение в подлежащее время. Отправить вопрос вновь в Комитет или самому принять решение. Затем, 7 марта 1949 года, последовало письмо председателя Совета Безопасности, передающее проект резолюции о приеме Израиля в члены ООН Генеральной Ассамблеи. Поэтому минимум, что сейчас мы можем и обязаны по всем моральным оперативам сделать, здесь и сейчас, это удовлетворить просьбу Палестины пополнить ряды членов ООН. Она проделала долгий и мучительный путь в этом направлении. И уже с 2012 года имеет при он уникальный статус государства-доблюдателя, не являющегося членом организации. Осталось сделать всего один шаг до постоянного членства. Призываем всех членов Совета Безопасности проголосовать в поддержку соответствующего проекта резолюции, предложенного, как я уже сказал, Алжиром от лица арабской группы. Убеждены, что признание за Палестиной равного Израилю статуса будет способствовать долгосрочному регулированию Палестино-израильского конфликта на основе известной международно-правовой базы, утвержденной в рамках ООН и подкрепленной арабской мирной инициативой 2002 года. Речь идет прежде всего о создании независимого, целостного, суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей Восточным Иерусалимом, который будет сосуществовать в мире безопасности с Израилем. Понятно, что для продвижения к этой цели, наряду с усилиями, предполагающими решение упомянутых нами острейших гуманитарных вопросов, требуется формирование коллективного дипломатического механизма. Убеждены, что важную роль в этом механизме должны играть страны-регионы, арабские и исламские государства, которые не хуже, а скорее лучше других понимают, как добиться справедливого решения, которое будет опираться на согласованную международную договорно-правовую базу. Все это, разумеется, не засладяет собой непреложную важность прекращения огня в соответствии с резолюцией 27-28, за невыполнение которой Совет вправе наложить санкции на нарушителей и саботажников его решений. Мы к этому вопросу еще вернемся в самое ближайшее время. Благодарю вас.